Друг, твоя тачка. Братишка, я пока покатаюсь на ней, а ты досмотри, расскажешь, чем закончилось, да? Блин, почу, когда мы приезжаем в Питер, нас встречает какая-то длинная погода. Только, блин, мы приземляемся в Питере, и вот, ну, вот что-то происходит с погодой. Потому что выезжал я с дома как? У нас было 34 градуса тепла, и когда мне супруга собирала вещи, говорит, может, тебе мастерку? Да ладно, я говорю, что, в Питере тоже лето. В итоге приехал сюда, а здесь осень. Здесь 17 градусов, даже сейчас, по-моему, ниже, я в майке, вообще у меня ничего нету. Я вот стою и, блядь, мерзну постоянно. Ну, наверное, жители Санкт-Петербурга уже к этому привыкли, да, к этим. Вчера даже видел, типа, в бушлате сидел, блядь, август месяц, типа, в бушлате сидит со мной, разговаривает. Дождь пошел, не дождь, а прям ливень, поэтому мы спустились сюда на парковку, и здесь начинаем свой обзор. Глаз 45 АМГ, как меня поправляет хозяин, 45 АМГ, это просто аббревиатура, потому что это самый пи***ю, короче, молодой вот, ну, среди всех АМГ. Сейчас эти, блядь, все подстанут опять, блядь, они же там все любят, там, 63 АМГ, 55 АМГ, а здесь 2 литра. Они там не написали же 2 АМГ, блядь, 2.0 АМГ, поэтому надо было что-то мощное, такое вот вызывающее, кричащее, прям, которое вот те, блядь, застолбить прям. Поэтому 45 АМГ, так, здесь 2 литра на турбине, вот это рестайлингая версия этого автомобиля, есть еще до рестайлинга. И последний, который стоит около, там, 5 миллионов, но я не представляю человека, который может купить вот такой автомобиль за 5 миллионов рублей. 5 миллионов для ГЛА, ну, по мне, это какая-то дичь. До рестайлинговая версия была 360 лошадиных сил, в рестайлинге, который пошел с 17-го года, это как раз есть рестайлинг, тачка 19-го года, 380, ну, если быть точнее, 381 лошадиная сила. Почему, опять же, я сделал небольшое сравнение с мини-купером, потому что миник же тоже маленький, у него есть тоже своя заряженная версия, как, допустим, GP. Вот это GP, GCV GP, короче. Кто не смотрел обзор на миник, там тоже был очень интересный автомобиль, ссылочку оставлю в описании, пройдите, посмотрите, сравните, напишите комментарии, в общем, просто проходите, посмотрите, поймите, что такое миник, потому что, на самом деле, очень достойная тачка. Поэтому мне предложили еще вот такой автомобиль, типа, Марата, ну, ну, сравни, в чем интерес, какая тебе больше понравится, потому что это, ну, как принято называть, это автомобиль из разряда, типа, горячий хэтч. У него очень такой агрессивный, интересный, самобытный вид у этого автомобиля, плюс она еще расклеена, расклеена так интересно, знаете, я не люблю, ну, винил, честно говоря, я не люблю вот такого уровня расклейку автомобиля, такого типа, да, там, оклейки автомобиля. Я люблю там различные цветовые решения, это, конечно, вкусовщина, и осуждать, и обсуждать это, ну, не имеет смысла, потому что у каждого человека все-таки свой вкус, свое видение своего же автомобиля. Если бы она была в черном цвете, она бы смотрелась строже, но сейчас она вот как мультик, да, ты воспринимаешь ее как мультик благодаря вот этой наклейке. То есть, ничто тебе не скажет о характере этого автомобиля, никогда ты не подумаешь, что вот в этом автомобиле почти 500 сил. Это не соковый автомобиль, он на стейдж втором. Что, во-первых, кричит о том, что это АМГ? Во-первых, ее обвес. Я считаю, что если вы увидите этот автомобиль в потоке, он, ну, допустим, сзади, да, он к вам подкрадется. Не дай бог, чтобы подкрадывались сзади, но если уже подкрадется, то он очень внушительно смотрится и очень так агрессивно. Если смотреть на внешность, то только по опорным, по тормозным дискам и суппортам вы поймете, что у этой машины под капотом что-то серьезное. А сейчас прям реклама для взрослой аудитории моего канала. Если ты так же, как и я, хочешь построить себе дом, а я сейчас конкретно занимаюсь строительством своего дома, кто не верит, может посмотреть у меня в инстаграме, я себе строю деревянный домик, ну, такой дачный вариант. Поэтому, если у тебя конкретно есть в голове постройка деревянного дома, то советую тебе канал Goodwood. Там паренек, которого зовут Саня, достаточно дотошно и досконально рассказывает про то, как построить себе дом. Как выбрать правильно землю, какие материалы использовать, как поставить отопление или еще что-то. То есть, очень много различных вариантов, где вы можете узнать очень много нового о строительстве и различных домов. Я, как человек, который хочет построить себе дом, прислушался, посмотрел и нашел очень много интересных фактов, которые буду применять у себя в строительстве. Также у него есть рубрика «Свой дом без ошибок», где Саня встречается с людьми уже владельцами таких домов, разговаривает, объясняет, узнает, что им не нравится, где-то, может, какие-то поправочки. Прям очень интересный канал. Хочешь построить себе деревянный дом, тогда проходи по ссылке, подписывайся на канал Сани и узнавай много интересного о строительстве деревянных домов. Мне мордочка, ее нравится больше, чем мордочка, именно потому и мордочка, потому что она маленькая. И сказать, что эта морда прям вот, ну, очень тяжело с натяжкой, хоть она и расширена там и так далее, да, но и задница. Здесь тоже, конечно, не заняться, попка, попочка, куриная. Ну, достаточно внушительно смотрится, не скажешь, что это маленькая машинка. Те же самые впечатления и ощущения мне дал мини-купер, потому что изначально, когда ты его видишь по дороге, да, там вот, ну, ты думаешь, прям, букашка какая-то маленькая, да, и вообще люди привыкли миник видеть маленьким. То же самое и здесь. То есть, если брать А-класс, это маленький автомобиль. Здесь чуть-чуть пошире, чуть поинтереснее. Я не скажу, что я бы купил себе такой автомобиль, но мне она прям нравится. Поэтому сейчас откроем капот, поговорим, что у нее под капотом, потом поговорим, как это все выглядит в салоне, потому что огромное количество сообщений мне приходит в Инстаграме, типа, вот ты напяливаешь автоваза какие-то там скрипы, а потом человек садится в Мерседес, начинает дергать его там, просто нажимать какие-то там участки на панели или на дверной карте, и там, ну, невероятный скрип. Ну, какой-то такой, знаешь, вот, ну, не скажешь, что ты открываешь двери Мерседеса. Человек, который покупает себе Мерседес, он и воспринимает Мерседес немножечко по-другому. Мерседес это, в первую очередь, комфорт, лакшери, там, или еще что-то, да, как в Е-классе, в С-классе. Это же вот, ну, что-то какая-то несуразица. То есть, мне больше напоминает что-то типа Гольфа там. Вот он. Да-ха-ха-ха. Первое, что меня убило в автомобиле, который стоил когда-то новым 3,5 миллиона, это вот эта вот конетель, блядь, вот эта вот кочерга. Я уже давным-давно на это не обращал внимания, и в некоторых даже тачках меня это уже не особо, знаете, вызывало какой-то интерес. Здесь, когда ты понимаешь, что новая тачка такая когда-то, когда-то стоила 3,5 миллиона, ты, блядь, думаешь, да ну, да, блядь, как так? Вот, смотрим здесь, здесь все прям вот очень печально в плане грязи, и нету ничего, чтобы здесь это все скрывало. Здесь же стоит турбина, вот она сверху стоит, и типа она же очень горячая, типа загорится. Ну, это самое легкое объяснение этому. То есть, блядь, почему-то в последнее время производители не думают, у них голова не... А, типа, ага, турбина сверху, здесь что-нибудь ставить, да нахрен надо? Нахрен надо? Она загорится, давайте уберем ее, и все. Ничего не поставим туда, ничего не поставим, просто уберем ее. А где мысль опять? Мысль о потребителе, которая дает, сука, блядь, за эту машину 3,5 миллиона, открывает капот и видит здесь вот эту хрень. Я 3,5, мульта дают, это то же самое, что сейчас пойду другой ГЛА возьму, за 5 миллионов открою, здесь будет вот такая же канитель. Как не расстроиться? Ну, я не понимаю. Вот такие мелочи меня очень сильно бесят в автомобиле. Вот он, наш маленький 4-цилиндровый двигатель с индексом М133. Разница в чем? Разница в том, что в дорестайлинге это было 360 лошадей, здесь в рестайлинге это 380 лошадей. По сути, как мне опять же пояснил хозяин, многие говорят, что никакой разницы в этих моторах нету, кроме прошивки, да. Она есть, она есть, небольшая, да. Не будем углубляться, не будем говорить, что там, обвалы, там, передаточные числа, какие-то еще что-то. Нет, это нам не интересно. Самое интересное, этот автомобиль на ковке, вот так, с завода, на стоке, можно раздуть до 550 сил, можно раздуть этот мотор. Что мы имеем? Вот она, твинскрольная турбина. Вот охлаждение турбины, контур охлаждения турбины, это основной контур. Вот у нас кулек, который называют интеркулер. В чем прикол? Прикол в том, что не залазяя в железо, не залазяя в железо, не поднимая там, не тюнячая его там или еще что-то, на стоке, на стоке, просто заменив вот эту турбину, вы можете получить 550 лошадиных сил. Разница между дорестом и рестом также была еще в турбине. На дорестайлинге не было байпаса, клапан. Вы все прекрасно знаете, что такое байпас, который выбрасывает воздух лишний. Там его не было, здесь же он есть. И большая беда дорестайлинговых моделей была в том, что 20-30 тысяч километров, максимум полкиник, это зависит от того, как вы эксплуатируете автомобиль. Если вы постоянно даете ему в тапок, то есть под сраку, то, скорее всего, это быстро выйдет из строя. Где-то до 20 тысяч ходили вот эти турбины, и потом отрыгали. В рестайлинге этот вопрос решили, поставили этот клапан сюда, и, в общем, в принципе, избежали вот дальнейших вот этих проблем. Вообще болезней, как таковых, у этого мотора очень мало. Здесь самая, наверное, существенная болезнь, это ее термостат. Потому что термостат маленький и нагружен прям реально. Потому что контуров охлаждения здесь немерено. Их штук пять. И все, все это охлаждение, оно водяное. Естественно, этот бедал термостат, он не вывозит. И, ну, естественно, приходит в негодность уже там. И это бывает не сразу. Это бывает не сразу. Он потихоньку-потихоньку начинает умирать. Сначала она там не выходит на рабочую температуру, или еще что-то. Хозяин также подчеркнул, что ему приходилось заматывать скотчем там морду, там газетами как-то, чтобы поднять температуру. Нормально не прогревается и так далее. Поэтому, если вы владеете такой машиной, и у вас есть такая проблема, то загляните, пожалуйста, и проверьте свой термостат. Также с завода она надута до рест 1,6 бара. В рестайлинге уже 1,8. Но прикол, что в чем? Вы снимаете вот эту маленькую турбину, ставите туда, ну, какой-нибудь, допустим, 30-й гаррет, дуете ему там, ну, на каком-нибудь злом стейдже, втором или даже третьем, да, дуете туда 2,1, 2,3 бара и получаете 550 лошадиных сил на полном приводе вот в такой малютке, блядь. Итак, футбол продолжается. Послезавтра, 13-го числа в 22.00 английская премьер-лига Брентфорд против Арсенала. И смотреть мы все это будем с нашими друзьями One X, у которых всегда хорошие коэффициенты и быстрая регистрация в один клик. Все ссылки я оставлю в закрепленном комментарии. Ну, или здесь где-нибудь выхватите на экране QR-код. А также не забываем про мой именной промокод ASATA, с которым вы получите до 25 тысяч рублей на первый депозит. Блядь, это просто, это просто ненормальный, это просто, блядь, как ее называют, ненормальная божья коровка, блядь. Ты представляешь, что она делает, Марсель? Какие 550? Блядь, просто куда надо уебать, вот, ну, я не знаю, куда надо, вот, ну, что... Куда так торопиться в 550 сил? Подожди, поживи чуть-чуть. Ты здесь еще нужен. Принеси пользу человечеству, там, еще что-то. Какие 550 сил вот здесь? На нем в туалетную бумагу въебусь я, хуею. А представь, если вот прям серьезно задаться целью, и вот прям по-бешеному, да, там, затюнячить его, ведь, да, можно сразу вот на выезде из города ставить трамплин и хуярить. В Питер надо, да, полетели, блядь, там, раз, и подпрыгнул, и на высоте Боинга обогнал, сухой джет я. И, наверное, самая большая проблема тюнинга этого автомобиля, это отсутствие нормальных писарей. Человек в этой машине, наверное, их поменял ни один, ни два, и в итоге нашел где-то человека в Краснодаре, который прям вот прописал ему так, как он хотел. Здесь очень много радиаторов, вот здесь радиатор, вот под крылом, вот здесь радиатор. То есть, ну, радиаторов очень много. Если вы прям очень заморочились с тюнингами этого автомобиля, то люди там меняют эти радиаторы, ставят толще, ну, опять же, со слов хозяина, это просто 1100-150 вот так выкинутые на ветер. Просто взял и вышвырнул свои 150 штук. Не выкидывай, братуха, пройди по ссылке, помоги ребенку. Ну, зачем ты 150 штук, блядь, в никуда. Да, крышки нету, вот видно крепление, там, допустим, вот крепление, вот крепление крышки, да. То есть, от того, что крышка здесь стояла, от вибрации она перетирала вот эти вакуумные шланги. Здесь как бы вот есть же защита, алюминиевая какая-то, да, вот защита, которая должна, в принципе, вот, ну, служить, блядь, да, там, защищать эти патрубки, чтобы они у тебя, ну, там, в случае чего не перетерлись. И начал смотреть, и вот ошалел от того, что вот эта пластиковая крышка прям вот прям очень сильно раздраконила вот эту защиту. Посмотри. Вот прям очень сильно, вот прям видно шрамы, да. И он поэтому убрал. Сначала, говорит, я пытался поднять немножечко крышу, там, крышку шайбами различными, но это особо сильно не помогло. Но дальше, да, дальше все-таки это все перетирало. Поэтому человек взял и выкинул это. То есть то, что должно служить какой-то декоративной там накладкой, да, там, красиво, она еще тебе, блядь, сука, перетереть должна там что-то. Если кто-то не хочет убирать крышку отсюда, советую всем, ну, наверное, обмотать изолентой по-российски, да. Все, что перетирается, мотаем изолентой. Так, в принципе, по мотору больше сказать нечего. Нормальный, работящий, интересный, очень интересный, динамичный двигатель, который не оставит, скорее всего, вас без впечатлений. Я еще на нем не ездил, мне сейчас предстоит это сделать. Сейчас прыгнем, заведем, поговорим, что у нас происходит в салоне. Мне интересно все-таки туда попасть. Я даже не садился, открыл дверь, посмотрел, думал, ммм, ничего. Первое, на что внимание обращаешь, вот, ну, когда садишься на этот автомобиль, заводишь его, да, на звук выхлопа. Блин, какой-то он пока для меня какой-то не особо приятный, да, там, то есть не сурок. Такой шин, как будто у него пробитое что-то, но... Мне не понравился он снаружи, но, как сказал владелец Гейт, он внутри слышится немножечко по-другому. Ну, и, если честно, да, есть такое, что тут он немного иначе. Все на электропедалях, ну, достаточно такой дичманский салон. Здесь Алькантара, все в красной строчке, опять а-ля какой-то спорт. Панорамная крыша, кстати, очень интересная. Она такая, так интересно поднимается, прям, ну, здорово. Кстати, если честно, вот он мне сказал, что тебе, скорее всего, будет здесь неудобно. Вот, я ни хрена так не скажу. Прям очень интересно здесь сидеть. И посадка у тебя хорошая. Не скажешь, что здесь какие-то крутые сиденья, там, здесь полуковши, что-то типа этого, и прям нормально сидится тебе. Нету ощущения тесноты. Руль Мерседес, ничего такого сверхъестественного. Но под лепестки подрулевые, вот этот экранчик как-то нелепо врезан, встроен сюда. Прям, ну, я думаю, скорее всего, очень быстро к этому привыкнете. Мультимедиа. Такая, ну, достаточно скудная, короче, да. Пластик плюс-минус, короче. Музыка, Харман Кардон. Блин, как-то не впечатляет пока меня эта тачка. Но хочется на ней, конечно, поноситься. Но погода, конечно, пока не позволяет это сделать. Что касается управления, она достаточно обалденно, короче, управляется. Вот прям хотелось бы ей, знаешь, Марсель, дать. Мне очень интересна была подвеска. И хочется сказать, что подвеска, мне казалось, что она будет грубая. Потому что автомобиль маленький. Что-то я почитал за него. Все говорили, что он очень грубая и зубодробительная подвеска. По крайней мере, по дорогам Петербурга не скажешь, что подвеска зубодробительная. Потому что здесь и дороги как бы не идеальные, да. Достаточно неплохо она едет, да, отрабатывает очень хорошо. Это не вальяжно, как обычно это бывает на Мерседесах, которые проглатывают это все, да. Нет. И далеко не грубо. Прям очень комфортно на ней ездить. И она располагает себя. И вот такое ощущение, что это оптимальный вариант автомобиля в таком большом городе, да. Он маленький, ядрен батон, очень шустрый автомобиль. Ну, грубовато, но не прям вот, чтобы ты это не смог вывести, да. Чтобы здесь еще, учитывайте, что здесь 20-е диски стоят, 20-е колеса. Бешеные тормоза. Их прям здесь за глаза хватает этих тормозов. Прям по кайфу. То есть, когда ты нажимаешь тормоз, ты уверен в том, что этот автомобиль остановится. Прям хочется сказать браво. Ну, мы еще не набрали такую скорость, чтобы оттормозиться прям где-то резко. Потому что впереди нас огромное количество автомобилей. То есть, целый поток. Но, блин, прям чувствуется, что это очень безопасно. Ага. О-о-о! Вот сейчас было уже поинтересней. Вот сейчас он чуть-чуть отстрельнул выхлоп. И было прям очень поинтересно. Блин, грамотно очень, ну, начинает, нравится эта тачка. Залази тебе в душу такая, знаете, своим внешним видом. Вот я обращаю внимание, люди на нее смотрят. Она прям, как будто сначала, ну, типа ты к ней относишься, вот, как-то несерьезно, да. Вот. А потом она прям вот прокрадывается, короче, тебе внутрь. Говорит, а-а-а, хрен ты угадал, брательник, я сейчас как бы тебе понравлюсь. И не просто понравлюсь, а ты сейчас охренеешь, как по кайфу на мне, двигаться на мне. И это на самом деле так, посмотри, как она принимает, нет? Очень не нравилось, опять же, со слов хозяина, меня бесит, говорит, ее полный привод. Вот прям, говорит, бесит меня полный привод. Думаю, ну, почему? Здесь стоит муфта. Она настроена как-то, ну, неправильно. Когда ты начинаешь, на самом деле, на ней топить, у нее повадки переднеприводного автомобиля. Вот, ну, серьезно. Вот сейчас, наверное, на ней иначе, это когда передний привод носит, туда-сюда, да, здесь то же самое. Ты начинаешь ее раз-раз-раз и ловить. Впечатление того, что это полноприводная тачка, он как будто отсутствует. Ух, бля-а-а-а. О, вот здесь уже что-то, да. Смотри, вот, вот сейчас я ее начинаю понимать. Как она наваливает, бля-ать. Это, пиздец, как она наваливает, да. Это в комфорте она наваливает. Опачки. Прям. Ну-ка, наинтересно, спорт плюс переключим ее. Я сейчас чуть-чуть ей дал, и мне прям очень понравилось, как она уходит. Прям, бля-ать, аж, вот знаешь, что-то, да, аж внутри что-то заиграл, думаешь, да ладно. Аж вот, ну, типа, уф, в натуре, что ли. Вообще, как будто педаль газа подменили. Вот вообще по-другому откликается, абсолютно. Не знаю, как это отдается на рулевое управление, потому что, опять же, здесь его не выкупишь. Вот, в потоке. Но подвеска, конечно, никак от этого не меняется. Ничего, просто отклик на газ. Ну, и, скорее всего, на рулевое управление. Скорее всего, ну, это не точно. И сразу меняется звук выхлопа. Он даже здесь сейчас на холостых по-другому, вообще абсолютно по-другому работает. И звучит совершенно по-другому. Бля, как на небо на сухом асфальте. Опа-па, как она скидывает, интересно, а? Смотри, как... Вот сейчас в ней появляется харизма. Ту вот, которой мне не хватало, как раз-таки. Даже скидывает она, когда у нее звук выхлопа становится прям породистый. Вот здесь ты можешь сказать, что вот эта сейчас реально похожа на АМГ. Вот здесь это интересно. А ну-ка, сейчас зайдем в поворот, вот, чуть-чуть на скоростях. Как она входит? Уверенно, уверенно, очень уверенно. Вот сейчас, смотри, вот так, выход. А-ха-ха! Ай, блядь, что это сейчас было? Что за толк... А ну-ка, вот сейчас я первым как раз стал. Сейчас мы первые на светофоре. И мне прям интересно, как она себя поведет, как она поедет. Прям вот куражная тачка какая, а? Мы вот ехали, ехали, искали место, где возможно это все реализовать, ну, попробовать, постараться. Конечно, лаунчевать мы не будем лаунчевать, потому что смысла нету. Вау! Хороша! Посмотри, как она! Ух, блядина, а маленькая коса! Опачки, калейка, блядь! 108, ебать, она... Она набирает... Ха-ха-ха-ха! Она набирает вообще его... Ой, какой-то кайф, приколись! Да, почему погода не позволяет час по... Вау! Бешеное... Бешеное удовольствие! Я все больше и больше, короче, начинаю кайфовать с маленьких машин, которые дают вот такое количество эмоций! Ай, молодец Какая, а, вот здесь интересно Вот это я уже вижу АМГ Вот это я понимаю Настройка, вот тут я понимаю Что тачка едет Ай, бля, ошалеть Просто посмотри Как ее надо держать Здесь в колье все, бля Вот этот минус Бля, дорога, покрытие Ее вот начинает, она в колью попадает Ее начинает Уф, бля, просто Просто обалдеть, короче Просто кайф, просто кайф Вот сейчас я вижу, чувствую, что это АМГ Вот сейчас чувствуется, что она Прям хуярит, бля Я больше чем убежден Что ей даже не нужны эти 400 Вообще не нужны эти 460 Сил нигде абсолютно Я вам реально говорю Вот 380 сил здесь За глаза, если ты прям Хочешь, вот, ну, брат, ты знаешь Когда ты начинаешь топить Вот она прям, вот, бля Вот она, вот ты прям чувствуешь Что работает полный привод Вот она прям так ускоряется Что аж Ошалеть просто Ну че, вот такой вот тяжелый для нас На самом деле был обзор Невозможно было по первой понятии Определить, рисовать для себя этот автомобиль Но немножечко времени у нас было И мне прям очень зашла тачка Это машина-зажигалка Но мне кажется, что вот Если сравнивать Взять управление Там, допустим, ее и того же Купера Но они где-то приблизительно Одинаково стоят Мне не удалось на ней погонять По каким-то серпантинам Там или еще что-то В общем, я скажу, что тачка Очень достойная Она маленькая Юркая Интересная Комфортная Быстрая И я уверен, что Стоковых 380 сил вам Очень даже хватит Чтобы получить на ней Свою порцию Так скажем Эмоций Ну и, наверное, не первый раз А может быть Первый раз Я ставлю Мерседесу лайк На самом деле тачка Очень зашла Очень интересная И самобытная машинка Для такого города Как Санкт-Петербург Москва Или больших городов Прям очень достойный вариант Ну а покупать Что-то себе такое Или не покупать Как всегда Решат только вам Ну а с вами был Марат Борода-Кольев И канал Asato Channel Подписывайтесь на мой канал Ставьте лайки Ставьте дизлайки Оставляйте комментарии Спасибо за внимание Увидимся В новом Обзоре На канале Asato Channel А мы отдадим Тачку Пока он Смотрит Мультик Классная тачка Братуха От души Как мультик Супер Как мультик Еще не досмотрел Но уже очень интересно Здорово А они наконец-то Начали встречаться Стали встречаться Если кто-то хочет узнать Больше про этот автомобиль Все ссылочки на парня Я оставлю Как всегда Подписывайтесь на мой канал Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok